Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 3 мая и вот вчера я высадила свои первые огурцы в теплицу. Это как раз те, которые я говорила, что для получения раннего урожая их... Ой, вот видите, у них уже маленькие. Но это вот все те, которые самоопыляемые гибриды. У них, видите, сразу цветок идет уже с огурчиком, с плодиком. Ждать было больше невозможно, потому что рассада уже была взрослая. Видите, она вполне готова для плодоношения. Все они уже с завязью. Потом выйдет пошаговое видео из 9, по-моему, или из 11 частей. Но так как его еще нужно прогонять через видеомонтаж для склейки, это будет не скоро. А вот сейчас результаты я вам покажу. Сегодня ночью они уже переночевали в грунте. И это будут только те огурцы, которые именно для получения раннего урожая. Поэтому я их так часто посадила. Я их буду в один ствол. И мне важно с них получить только первые-первые-первые ранние плоды, которые должны быть в мае уже, то есть в этом месяце. Но я думаю, что они будут в мае, потому что вот эти, видите, уже цветы собрались цвести. Хотя вчера я высаживала его вроде бы и нет. В подробном пошаговом видео я все расскажу, как я их высаживала, что я добавляла в лунки. Но это не обычная грядка. Первый раз в жизни я сделала грядку с подогревом. И поэтому я не знаю, понравится им или не понравится. Но так как сейчас у нас наступил период очень теплой погоды, я думаю, нам и подогрев не понадобится. Но этой ночью я их все-таки закрывала полиэтиленовой пленкой. И на крайний случай, если будет похолодание, сделаю повыше дуги, пока их не подвязываю, потому что вдруг придется сегодня ночью укрыть. Все, вот мои первые огурчики. Да такие они красивенькие. Это как раз те огурцы, когда я вам показывала, как вырастить здоровую, крепкую рассаду. Вы видите, она удалась хорошо, хотя я немножко ее передержала. Ее бы еще на прошлой неделе высадить. Но условия не позволяли. Сами знаете, что было минус 3, минус 4. А им нужен теплый и воздух, и грунт. Все, огурчики на старт.